друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели начинаем мы с американского доллара основная идея в понедельник была следующая после образования дивергенции цена протестировала область этой дивергенции и в случае невозможности пройти дальше есть смысл рассматривать нисходящую историю вот это был основной сценарий на текущую неделю и как мы видим что все таки цена не смогла закрепиться выше этой области дивергенции и после негативных новостей покатила дальше вниз я считаю что нисходящая траектория будет продолжаться и дальше так как американскому правительству выгодно нивелировать стоимость своих долгов которые они на продавали вот на этом фоне европейская валюта получила дополнительный виток спроса так как она торгуется против американской валюты соответственно американская валюта снижается евро на этом фоне растет плюс изменились ожидания по поводу поднятия либо не поднятия процентных ставок было несколько выступлений представителей европейского центрального банка и таким образом они уверен не знаю сказали рынку что будем скорее всего поднимать процентную ставку дальше так как инфляция пока не сильно уходит ниже к таргетам вот по европейской валюте основная идея была в том что снова же достижение области где у нас происходила дивергенция кумулятивных дельт где у нас вот этот дисбаланс был образован да и после тестирования этой области есть смысл работать на продолжение вот этого импульса первого с целью достижения максимума предыдущего и вот этот максимум как раз сейчас и был достигнут вот эта цель цена сходила вот ровно к области дивергенции к уровню объема который выступает на текущий момент поддержка для цены это уровень объема за март двадцать третьего года и я считаю что здесь эта идея уже полностью себя отработала дальнейшей дальнейшее движение вверх она будет достаточно проблематичным с большей вероятностью до экспирации текущего фьючерсного контракта мы увидим дальнейшее плавное движение просто в бок до момента решения фрс либо ецб по поводу процентных ставок по швейцарскому франку основная идея по швейцарцу было в том что учитывая данные сот отчета швейцарец будет чувствовать себя слабее европейской валюты так как фонды начали закрывать свои ланговые позиции и лично я рассчитывал на то что цену смогут продавить значительно ниже до уровня объема где появится хорошая возможность для ланга но к сожалению реализации рыночного предложения не произошло да мы видим что по-прежнему покупают по рынку большими объемами плюс словесные интервенции конечно же что кие не будет таким агрессивным что ставку они еще будут повышать инфляция достигнет таргета и так дальше все то что хотелось уж услышать рынку вот эти словесные интервенции они как раз и поддержали курс швейцарского франка вот поэтому мне очень интересно дождаться сот отчетов посмотреть что фонды делали в это время за эту неделю так как цена простояла в боковике а на прошлой неделе они начали по чуть-чуть фиксировать свои лонг позиции вот и мы с вами в понедельник говорили о том что если они продолжат фиксировать лонговые свои позиции то trend following стратегия поломалась если же они либо не будут сокращать либо даже увеличат объем лонговых позиций то trend following стратегия работает и будет смысл присоединиться к этому потенциальному восходящему движению но только в случае если фонды поддерживают эту торговую идею австралийский доллар банк австралии принимал решение по поводу процентной ставки основная идея была в том что после решения по поводу процентной ставки либо есть смысл покупать либо второй вариант после снижения к области дивергенции к области дисбаланса который был образован ранее вот в понедельник еще там чуть немного опустились но этой области так и не достигли и вот дальше уже после решения банк австралии по поводу процентной ставки кстати они удивили всех да цена продолжила расти цена продолжила этот импульс за те кто не следил за новостями напомню расскажу что банк австралии все-таки решил поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов и для них было сюрпризом что инфляция не снижается при столь высоких процентных ставках вот я считаю что по австралийцу восходящая тенденция уже выжила себя то есть мы уже в районе локального максимума и таким образом ближайшее время я буду рассматривать потенциальную возможность поработать в шорт по этому инструменту здесь мы зашли в такую красивую область между двумя уровнями объема которые на текущий момент выступают сопротивлением для цены плюс эта область где у нас ранее проявлялась лимитная активность да и вот мы как раз заходим в эту область соответственно двигать цену дальше вверх будет достаточно дорого и поэтому я считаю что со следующей неделе будет смысл рассмотреть short приоритет по этому инструменту по новозеландскому доллару основная идея была в том что он будет двигаться за австралийским долларом и как мы видим особых движений здесь к сожалению не было канадский доллар по канадскому доллару идея была в идея была в том что частично учитывая то что у нас short приоритет по 100 индексу явно накапливал short позицию частично эту short позицию в понедельник я сократил с расчетом на то что могут быть сюрпризы на заседании европе центрального банка просто центрального банка они тоже подняли процентную ставку на 25 базисных пунктов с комментарием что последние данные по инфляции после такой длительной паузы да когда инфляция снижалась они взяли паузу и не поднимали процентную ставку но сейчас они увидели что все-таки инфляция она уходит она не уходит точнее и есть смысл поднимать процентную ставку дальше удерживать ее на текущих высоких значениях для того чтобы все-таки инфляция уменьшилась я считаю что в ближайшее время по канадскому доллару short приоритет есть смысл дальше рассматривать я буду продолжать ну точнее возобновлю свою ту часть позиции которую я сбросил зафиксировал ранее и так в принципе short приоритет сохраняется по британскому фунту торговых идей конкретных у меня не было единственный вариант на который я триггернулся бы это обновление предыдущего локального минимума с целью собрать стоповую ликвидность то есть если бы мы увидели реализацию рыночного спроса реализацию рыночного предложения по британскому фунту сбор стоповой ликвидности то вот там я бы рассмотрел лонг приоритет и лонг сделки так как фонды неохотно покидают свои лонговые позиции по этому инструменту это видно у нас по сот отчету это видно их на то позиции мы видим что минимум не обновили то есть была попытка продавиться чуть ниже ближе к уровню объема но ее достаточно цену достаточно быстро выкупили и удержали вот она позитивных новостях на негативных новостях для американского доллара британия сделал очень хорошее движение значительно сильнее остальных валют значительно более мощное такое это как раз связано с тем что крупный капитал не фиксируется он находится в своих лонговых позициях и таким образом он способствует продвижению цены дальше вверх интересно увидеть сот отчеты пока торговых идеи у меня нет присоединяться к этому потенциальному восходящему движению я не планирую ну разве что спекулятивно по японской иене тоже пока идея такая что при резком снижении и реализации рыночного предложения в районе отметки 070 50 вот в этой области где у нас существенный лимитный спрос и высокая активность опционных трейдеров будет смысл присмотреть лонг а пока основная область за которой я наблюдаю эта область где у нас резко поменялся настрой у фондов и хеджеров это первое где больше всего объема была проторговано за последнее время достаточно узком коридоре вот соответственно пробой этой области для меня это будет хорошим поводом взять лонг пока цена находится ниже то основная идея это дождаться обновление минимума реализации предложения и после того уже лонг так как у нас на рынке длительный промежуток времени была существенная дивергенция кумулятивных дельта крипто полностью выполнила свои цели то есть достигла отметку ниже 25 500 и здесь как раз у нас и находится лимитная поддержка существенная лимитная поддержка я считаю что эта поддержка пока будет актуальной и спрос даже несмотря на то что сек подали из против финанса против связи и и там куча всего ну и против coinbase а в том числе и там куча негативных новостей мы видим что крипто сильно не падает она не падает по той причине что она подошла к области лимитной поддержки к области интереса лимитных покупателей и никакие уровни здесь ну если какие-то уровни отрабатывают себя прекрасно то это чисто совпадение на самом деле цену держит объем я уверен вы все это понимаете вот на текущий момент крипто уже отскочила немного от своих локальных минимумов цель по шорту полностью выполнена поэтому пока без торговых идей лонг вижу смысл брать на каких-то более серьезных проливах а то предыдущий пролив который вот произошел он был связан в основном из-за опасений новостей чаще всего там много ну точнее не так цена не так долго была там чтобы у многих появилось желание продать реализованного объема было там немного так по золоту жду нефть прекрасно все то есть провалы на нефти есть мы по крайней мере окей я выкупаю моя основная идея в том что ниже отметки 60 будет супер сложно пройти так как есть покупатель в виде государства виде штатов которые пополняют свои резервы по меди тоже есть идея в том что среднесрочные есть смысл и на это фондах которые удерживают фьючерсы на медь либо на это фондах которые удерживают акции компаний которые занимаются добычей меди вот есть смысл как раз отрабатывать торговую идею что цена сильно ниже не упадет это можно либо через опционы либо через grid стратегии либо просто плавно накапливать лонговую позицию да и при росте ее сбрасывать вот идея завязано на том что вот по выходили данные пима и они вышли все хуже ожиданий даже в штатах в британии везде вышли хуже ожиданий в штатах очень сильно удивили сектор услуг да если до этого он держался выше отметки 53 54 тот свежие данные в непроизводственном секторе вышли чуть чуть выше 50 это очень плохо очень сильное снижение и я уверен что это стригерит представители фрс заговорить о новом каком-то количественном смягчении не знаю подешевление кредитов возможно каких-то субсидий для экономики для того чтобы хоть как-то нивелировать вот это падение в деловой активности вот поэтому это огромный позитив для нефти так как промышленность в том числе будет поддерживаться а медь является основным промышленным металлом плюс китае там по чуть-чуть что-то тоже накачивает свою экономику деньгами пшеница выполнила свои цели напомню что была красивая контратака покупателей здесь и лимитные покупатели проявили себя и рыночные покупатели поддержали цену и вытолкали ее повыше основного наторгованного объема и основная идея была в том чтобы забрать банально соотношение 1 2 1 2 с половиной и все вот эта цель полностью выполнилась пока не вижу смысла продолжать ее учитывая то что у нас целом нисходящие тенденции ловля ножей это не мой стиль торговли но когда появляется красивая контратака и лимитное удержание то есть смысл воспользоваться этой торговой ситуацией по пшениц да по пшенице пока торговых идей нет я рекомендую вам рассмотреть вот этот день когда у нас произошла контратака продавцов до рассмотрите пожалуйста на 5 минутки на минутном таймфрейме вот конкретно этот день посмотрите кумулятивную дельту как она менялась и тогда вы сделаете для себя вывод это была контратака либо это не контратака для того чтобы более грамотно это сделать посмотрите пожалуйста предыдущие ролики где мы как раз и рассматривали эту контратаку по моему это как раз и был в прошлую пятницу ролик мы рассматривали несколько контратак так по фондовому рынку goldman sachs ожидает что следующий квартал будет на 16 процентов хуже по выручке чем первый квартал это прям вау 16 процентов падения фондовые индексы находятся на максимумах в основном это связано с тем что крупные компании технологические покупались ритейлом за счет роста популярности искусственного интеллекта и всего что с ним связано этот спрос уже реализован я считаю и вот скоро у нас экспирация и фьючерса и всех опционов которые там покупались поэтому вот это и скорее всего будет разворотной точкой пока short позицию я не накапливаю но в целом планирую это делать вот было бы круто увидеть реализацию рыночного спроса да то есть вот эта дельта она чуть маленькая если бы в полтора раза больше и это все на максимумах вот тогда можно было бы сразу и залетать а так следующей неделе буду рассматривать что там интересного будет происходить потому что в моменты перед экспирацией многие закрывают свои позиции досрочно не выходят на экспирацию это как раз таки проявляется в рыночных сделках крупных быстрых рыночных сделках там и еще в те будут появляться и контратаки будут прекрасны окей по поводу индексов если посмотреть общую динамику то мы видим что раз в последнее время сильно перформит весь рынок то есть nasdaq не так сильно пошел s&p стоит просто на своих а вот рассел последнее время достаточно активно двигается учитывая его ликвидность учитывая то что цена чуть дешевле то движение в процентах значительно ярче происходит а соответственно торговля в спреде я знаю несколько учеников писали мне по поводу этой торговой идеи лично я ее покинул да я думаю вы помните что вот да если не ошибаюсь вот тут при обновлении nasdaq максимумов я решил что пора закрывать эту торговую позицию на так как был достигнут предел риска для того чтобы не допустить не допускать еще больших потерь вот многие из учеников на обновлении вот этого минимума по расселу а nasdaq достаточно высоко еще было решили только набирать эту позицию и таким образом на текущий момент чувствуют они себя великолепно учитывая то что лонговая позиция в процентах не так в номинальном выражении она одинаковая что nasdaq что рассел но профит по лонговой позиции значительно больше чем убыток по шортовой позиции по nasdaq у так как ну нас так практически в нулях так облигации пока болтаются вблизи уровня поддержки здесь пока ничего интересного nasdaq nasdaq против швейцарского франка тоже пока ничего интересного стоит в боковике кросс курс так нефть против мазута здесь уже есть смысл начинать смотреть с начала месяца так как в прошлом к сожалению ярких расхождений не было до золото против серебра начала по чуть-чуть сходиться красивой точки спрада здесь не было два стандартных отклонения тоже не достигли но в целом давайте проверим давайте проверим было ли два стандартных отклонения я помню полтора восемь процента вот полтора отклонения было но к сожалению двух стандартных отклонений не произошло вот австралиец против новозеландского доллара основная идея была на эту неделю что инструменты разойдутся это создаст хорошую возможность для торговли на сближение эта возможность вот она и есть австралиец обновляет свои локальные максимумы новозеландец стоит на месте расхождение между ними в среднем 1 и 3 процента а на текущий момент мы видим практически два процента расхождения то есть что уже больше среднего отклонения учитывая тесную корреляцию этих инструментов то два стандартных отклонения они происходят очень редко поэтому есть смысл пользоваться вот полтора 1.7 стандартных отклонений и тогда уже начинать накапливать позицию я считаю это неплохой торговой идеей среднесрочной до конца месяца с большей вероятностью она отработает себя и раньше так ну и в принципе британец против японской иены тоже уже закрылся окей да на этом все спасибо вам за внимание надеюсь было полезно поставьте лайк этому видео если узнали для себя что-то новое напишите комментарий если вас тоже удивили решение центральных банков австралии и канады и как вы считаете пойдут по этому пути фрс и европейский центральный банк или нет потому что что австралиец что канадец они брали паузу не поднимали процентные ставки так как надеялись верили что все-таки инфляция продолжит свою траекторию нисходящую а вот фрес и и cb не пропускали ни одного заседания чтобы не повысить процентную ставку поэтому возможно вот именно в июне они возьмут паузу а возможно и нет и последует свои тактики поднятия процентных ставок дальше так как вероятности на на рынке сейчас очень быстро меняются напишите пожалуйста в комментариях как вы считаете до встречи в понедельник будем формировать новые торговые идеи хороших выходных